Спланировать путешествие по Европе несложно, а вот спланировать все так, чтобы поездка получилась недорогой и комфортной это уже мастерство. Как показывает опыт, чтобы дешево путешествовать по Европе, не обязательно снижать свой уровень потребления и во всем себе отказывать. Вовсе нет, достаточно просто соблюдать некоторые базовые правила. Вот вам несколько советов и лайфхаков, как сэкономить в путешествии. Большинство блоггеров советуют только рекламные ссылки разных агрегаторов типа Авиасалос, от которых нет толку, все как под копирку. Надоело, здесь этих бесполезных советов не будет. Рассказываем только настоящие лайфхаки, которые реально помогают экономить в Европе. Общие правила экономии в путешествиях, о которых должен знать каждый. 1. Вы все еще планируете свой отпуск на август. Начните наконец-то путешествовать в несезон, туристов меньше, цены в разы ниже, обслуживание лучше. 1. Самое дорогое время в Европе – июль-август, сентябрь, Рождество и Новый год. 2. Самые комфортные и недорогие месяцы – октябрь-апрель. Дешевле всего путешествовать по Европе самостоятельно в ноябре и феврале. 2. Уклоняйтесь от фестивалей и праздников, которые вам не интересны. Заранее узнавайте даты праздников, которые будут проводиться по вашему маршруту, потому что цены на транспорт и отели в такие дни вырастают в 2-3 раза. А если вам эти праздники не интересны, то зачем платить больше? Много денег туристы тратят на посещение музеев, которые потом разочаровывают. В этом случае жалко не только деньги, но и время. Поэтому перед поездкой полезно посмотреть виртуальные туры, чтобы понять, будет ли там интересно. Например, виртуальная экскурсия по Венеции поможет выбрать самое подходящее и сэкономить деньги и время. 3. Путешествуйте самостоятельно. Забудьте про туры, путевки и разных посредников, дешево путешествовать по Европе можно только самому. Это проще, чем ездить по странам бывшего СНГ. Начните хотя бы с путешествия на автобусе по Европе. 4. В путешествии берите надежную банковскую карту, мы уже писали как правильно выбрать банковскую карту. Лучше взять карты от разных банков, если одну заблокируют, то останется запасная. Чтобы экономить в путешествиях до 10%, имейте карты, привязанные к разным валютам, евро, доллары, и используйте их соответственно странам, отправляясь в Европу расплачивайтесь еврокартой, едете в Штаты, платите долларовой карточкой. Так вы ощутимо сэкономите на конвертациях. Как экономить на транспорте в Европе. Как искать дешевые авиабилеты, подробную инструкцию читайте здесь. А вот как экономить дальше. 5. Для переездов внутри Европы чаще всего срабатывает правило, дешевле всего на самолеты, потом автобусы, дороже всего на поезде. Конечно, при условии, что билеты вы покупаете заранее. Например, из Барселоны в Ниццу дешевле всего добраться самолетом и не изобретать ничего другого. Совет туристу. Покупая авиабилет на лоукост, проверяйте расположение аэропорта. Иначе может получиться, что за авиабилет вы заплатите 10 евро, а чтобы добраться из аэропорта до города в три раза больше. Учитывая это, бывает выгоднее купить билет на автобус, ведь автовокзалы почти всегда находятся в городе. 6. Останавливаясь в крупных городах вроде Лиссабона, Барселоны или Милана, сразу по приезду покупайте проездной на несколько поездок. Перед поездкой в дорогие города полезно почитать полезные советы, как сэкономить. Рекомендуем, самое лучшее, бесплатное и недорогое в Лиссабоне, полезные советы по Барселоне и отличную шпаргалку по Милану. 7. Зарегистрируйтесь на сайтах транспортных компаний SNCF, Ryanair, Alza, так вы сможете получать по почте информацию о распродажах. Сейчас читают, Кадакес в Испании. Мой отзыв и фото 8. В некоторых транспортных компаниях, например и LSA, OBB, почему-то бывает дешевле купить два билета по отдельности, чем одна покупка сразу на двоих, проверяйте оба варианта. 9. Большинство туристов, собираясь арендовать авто в Европе, подаются на рекламу и заказывают машину вместе с авиабилетом, либо бронируют машину на сайтах автопрокатчиков, это чаще всего невыгодно. Субтитры создавал DimaTorzok